здесь в нашем понимании обычный пвх тент мы называем их сферы посмотрите здесь очень много пыли поэтому все очень рисуется давайте зайдем вовнутрь и по салам алейкум и посмотрим как здесь внутри ну что здесь обычная сфера геокупол конечно здесь очень агрессивная среда потому что постоянно ультрафиолет и песок песок он истирает эту ткань пвх просто нещадно здесь кстати можно покушать здесь металлокаркас собран и все как обычно короче ничего необычного ну и поверхность с той стороны очень очень агрессивное воздействие с той стороны на эту поверхность обратите внимание здесь система кондиционирования стоит потому что без нее ну просто невозможно будет находиться в этом куполе потому что он нагреется но я думаю поверхность нагревается до 80 100 градусов ну до 70 80 100 процентов так мы попросили ключ и сейчас внутри что-то посмотрим внутрь заходим кровать кондер потолок ребят здесь такая жара если так не передать так но надо посмотреть что-то в туалете находится какие коммуникации здесь душ туалет раковина я и это шуля так что друзья это домик дедушки тыквы в этом да ну стенд снаружи сейчас посмотрим какая нереально жарко и по сути я не знаю утепленная ли это конструкция сейчас попробую как всегда там болезнь подлезть утеплитель такой конструкции очень важно утепление если его нет будет черты ну это материал натуральный или искусственный неважно но это ткань как ковер это как ковер соответственно вот окно вот видите разрушение идет все как-то по дураке кондер работает но он просто не справляется здесь сети электричка распред ну я так и не понял кстати утепленная на или нет но мне кажется на не утепленная просто каркас и накинуто сверху ткань поэтому там потери огромные надо утеплять эти здесь как горб верблюда первая крыша это само помещение потом туалет там вот маленькое окошечко и наверху типа вентиляция кстати есть домики с такой небольшой террасы и здесь можно посидеть наверное это поинтереснее потому что на улице все равно хочется выйти ну как я понимаю это вот такой домик на право живут люди и слева живут люди видите здесь немножечко побольше места здесь зона отдыха здесь кровать здесь салам алейкум такой здесь убрался иди сюда все окей ну давайте здесь посмотрим кровать две кровати зона отдыха на и там туалет поле давайте сравним свет включаем ну здесь поинтереснее здесь больше место прозрачно все и смотрите здесь вентиляция ее можно закрыть а можно как-то короче открыть не на как а вот все открылось открыть и закрыть потолок они тут видите затягивают просто кусок типа гвл а какого-то и закрепили люстру а здесь просто обычная ткань я думаю утепления нет здесь честно говоря я в таком домике бы не хотел оставаться сфера пойдем посмотрим а у нас эти выбора то нет мы еще не знаем где ночевать так что что-то придумывать будем в любом случае сегодня пошагали в сферу мы отправляемся к сферам сейчас вот открыли уже сферу туда я иду так ну что сфера все стандартно здесь у нас прозрачный пвх каркав металлический здесь тоже пвх и как я вам говорил здесь видите рисовать можно потому что здесь пыль песок постоянно поднимается ветром и из-за этого грязно заходим во внутрь здесь работает кондиционер кровать два диванчика понятно это все закрываем потому что жара будет нереальная может быть ночью будет более комфортно но сейчас очень жарко в общем я не хотел бы в пустыне оказаться в глэмпинге вот ну вот такой конструкции я не хотел бы оказаться именно днем в жару а еще и в июне сейчас хорошая погода у нас относительно для нас для сибиряков давайте посмотрим здесь туалет здесь как обычно перегородка сделано из дсп кстати очень некрасиво да не грамотно все сделано пустыня бедуины здесь у нас электрика сети спрятаны здесь туалет кстати кондер работает но повторюсь он не справляется и вентиляция сверху стандартная но она здесь не нужно ну как как бы вроде и нужно но при такой жаре не знаю что чем она может помочь но если только какой-то круговорот оборот воздуха не знаю ну посмотрите кондер как работает у нас шторы колышутся но от этого толку нет никакого хочу сказать что места где это все стоит это просто отрыв башки здесь очень круто и ставлю плюс а вот как все сделано ну есть над чем работать пошагали дальше а